Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, как и всегда в это время, мы встречаемся с вами на телеканале «Радость моя». В эфире программа «Дом, в котором живет Бог». И мы вновь отправляемся с вами в путешествие по миру богослужения Православной Церкви. Сегодня мы продолжим разбирать самую важную церковную службу, которая называется Божественная Литургия. В прошлый раз мы говорили об одной из ее частей – песнопении Единородной Сыни. Давайте вспомним, что мы с вами о нем узнали. Это песнопение было написано византийским императором Юстинианом Первым. Его текст сложен. Он рассказывает нам о великой тайне, о том, как в наш мир пришел Бог и спас всех нас. Давайте послушаем, как оно поется. Единородной Сыни и Слове Божией, бессмертенцы, и из воли высповсения вашего ради. Воплотитесь, святые Богородницы и престолерой Марии. По окончании пения Единородной Сыни и произнесения дьяконом Малой Ектеньи нескольких особых прошений к Богу. Открываются царские врата, и хор начинает петь песнопение под названием «Блаженны». Ему и посвящена наша сегодняшняя встреча. Откуда такое название «Блаженны»? Спросите вы. Чтобы на этот ваш вопрос ответить, давайте посмотрим, что они из себя представляют. Для этого нам понадобится книга, которая нам очень хорошо знакома. Часослов. Открываем его и находим «Блаженны». Вот они. Давайте на них посмотрим. Ну вот, теперь все ясно. «Блаженны» названы так потому, что каждая строка этого песнопения начинается со слова «Блаженны». Но слова этого песнопения можно найти не только в Часослове. В эту книгу они попали уже позднее, после того, как начало составляться церковное богослужение. Впервые же «Блаженны» были записаны за своим учителем, учениками Иисуса Христа, апостолами, и стали частью главной книги христиан – Евангелия. «Господь наш Иисус Христос пришел на землю, чтобы всех нас спасти, то есть даровать нам вечную жизнь. Поэтому Он дал людям указания, как нужно жить, чтобы быть угодным Богу и быть счастливыми, по-славянски – блаженными. Эти указания или заповеди получили название «Заповеди блаженств» или, проще, «Блаженные». Итак, заповеди блаженств дал людям Спаситель Иисус Христос. Всего заповеди блаженств девять. Каждый из них говорит о том, как человек должен жить, чтобы почувствовать необыкновенную радость и счастье, которое нам дает Господь. И вот эти-то заповеди блаженств и поются на литургии. Поются, как мы уже заметили, при открытых царских вратах. И это не просто так. Это знак того, что для тех, кто исполняет заповеди Божии, Царство Небесное открыто. Давайте сначала послушаем, как звучит это песнопение на божественной литургии, А потом о каждой из заповедей немного поговорим. Песня. 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 Имени Роди. Радуйтесь и веселитесь. Благословен в ход святых Твоих всегда. Итак, первая заповедь блаженств звучит так. Блаженный нищий духом, потому что им принадлежит Царство Небесное. То есть счастливый нищий духом, потому что им дано будет Царство Небесное. Нищий духом – это смиренные люди, которые помнят, что без помощи Божией ничего доброго сами сделать не могут. Поэтому они не хвалятся и не гордятся. Следующая заповедь говорит нам, что Царство Небесное откроется тем, кто скорбит о своих грехах и старается их исправить. Блаженные и плачущие о грехах своих, потому что они утешатся. Третий заповедь обещает счастье тем, кто кроток, кто терпеливо переносит все несчастья, не огорчаясь на Бога и надеясь на Его помощь. Блаженны кротки, потому что они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Это четвертая заповедь блаженств. Она говорит о том, что помощь от Бога получат те, кто ищет правды Божьи, то есть всегда и во всем поступает по правде. Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут. Человека, который милосерден и сострадателен ко всем, помилует и Бог. Об этом нам говорит пятая заповедь. Друзья, перед тем, как продолжить, давайте подведем промежуточный итог и определим, какими же качествами должен обладать христианин. Итак, согласно заповедям блаженств, христианин должен стремиться быть смиренным, кротким, сожалеть о своих грехах и стараться всегда быть честным перед Богом. Слушаем дальше. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога узрят. Это шестая заповедь блаженств. Она говорит нам, что Бога способен увидеть только человек с чистым сердцем, то есть тот, кто хранит себя от скверных мыслей и желаний. Заповедь седьмая обещает блаженство тем людям, которые стараются жить со всеми в мире и других мирить друг с другом. Таких людей Христос называет миротворцами и обещают, что они будут особенно любимы Богом. Блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божиими. Блаженны миротворцы, я бы тихи сынами Божиими, я бы тихи царство небесное. Блаженны, если это полносят вам, приезженут, и веку сердцом благоволна, выжущими не ради. Радуйтесь и веселитесь, я и узнал нашим Богом. Благословен вход святых твоих всегда, и при весной в веке веку. Восьмая и девятая заповеди блаженств предупреждают нас, что жить по правде Божией не всегда легко и удобно. За верность Богу можно в жизни и пострадать, быть изгнанным и обиженным. Но за это Господь обещает особую награду. Радуйтесь и веселитесь тогда, потому что велика ваша награда на небесах. Ну вот, а теперь давайте дополним наш список качеств настоящего христианина. Христианину необходимо беречь себя от греха, хранить мир с другими людьми и быть всегда верным Христу. Вот такие удивительные слова, друзья, поются во время каждой божественной литургии. Заповеди блаженств – это образец для всех нас, какими мы должны быть и к чему должны стремиться. Время нашей передачи подошло к концу, и нам пора прощаться. Как всегда, ваши вопросы вы можете присылать к нам на сайт. Его адрес – www.radostemoya.ru До новой встречи, друзья, и храни вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok